Познавательно мы как именно центр себя позиционируем. Естественно, у нас есть, конечно, свои фонды, но больше вот в такой именно стилистике. Это первый этаж у нас, он рассказывает о современной жизни компании «Фосагра». Отсюда ведутся все экскурсы, начинаются. Мы принимаем детей от 5 лет, и дальше уже все возраста, конечно, ветераны к нам часто ездят. Мы ориентированы на всех. И здесь, например, на первом экспонате мы рассказываем о проблеме плодородия и проблеме, точнее, малого плодородия земель. То есть, если, например, внимательно посмотреть на наш шар, мы здесь с детьми, со взрослыми тоже смотрим. Допустим, здесь два цвета – светло-зеленый, темно-зеленый. И смотрим, темно-зеленые – это плодородные почвы, их очень мало на нашей планете. Одна пятая часть, к сожалению, а население планеты растет. Это вы можете посмотреть вот на таких экранах. На белых они все одинаковые, то есть здесь мы по группам детей, например, делим. И смотрим, допустим, как здесь можно проследить вообще историю развития сельского хозяйства. Начиная от 8 тысяч лет до нашей эры, когда еще люди кочевый образ жизни вели, да и они знали о плодородии земель. И перемещая вот так вот в ручной курсор, здесь меняется год и население, какое было на планете в разной периоде. Желтые точки, одна желтая точка около 2 миллионов. Это крупные города, поселения. И вот особенно проблема в современном мире, это 19-20 век. Мы видим, как эти желтые точки прибавились и немножко заглянуть можем было в недалеко выдачу, извиняюсь, 2050 год. Около 10 миллиардов человек будет. В России почти никого? Ну, в России, да, к сожалению, у нас все наоборот. Но Индия, Китай, Япония, естественно, азиатские страны, они доминируют. Южная Америка. И мы говорим здесь именно, что население растет, плодородная почва не увеличивается, плюс экология. И нам нужно создавать витамины плодородия. То есть планета Земля кормит людей, а Фосагра кормит планету своими минеральными удобрениями. Этот сектор рассказывает именно о трех китах, на которых строится наше удобрение. Если взглянуть туда, вот эти три кружочка. НПК. Азот, фосфор и калий. Три основные химические элемента, которые входят в состав наших удобрений. Этот стол информирует о этих витаминах плодородия. То есть здесь мы в интерактивной форме можем посмотреть, для чего нужен фосфор, для чего нужен калий, для чего нужен азот. То есть все интерактивно, например, нажимаем, это все подсвечивается. Тоже как такая инфографика, рисунок. Мы видим, например, для чего нужен азот. Растет, способствует росту азот и формирует флорофил. Фосфор разбираем для человека, например, вот элемент жизни.